Приветствую всех, с вами Олег Саламаха. Сегодня мы с вами посмотрим, как закончились партии суперфинала между Магнусом Карлсоном и Максимом Вашьевагравом в рамках супертурнира под названием АИКАП, который относится к серии турниров под названием Шахматный тур чемпионов, который проходит в интернете. Они играют у нас в первом дивизионе в Лиге Победителей. Победитель этой пары проходит в самый главный финал, где будет ожидать победителя сетки проигравших. В общем, такой мудрёный турнир, но сейчас на экране вы видите вот эту вот сеточку, кто с кем играет, и, в принципе, более-менее всё понятно. Итак, давайте начнём. Четыре основных партии, быстрые мы с вами смотрим, с контролем 15 минут и 3 секунды добавления на ход. Белыми играл Магнус Карлсон, чёрными играл Максим Вашьеваграв. Первая быстрая партия. Магнус играет Е4, Максим Вашьеваграв отвечает сицилианской защитой. У нас на доске разыгран вариант Рассалима. Дебют давайте немножечко промотаем, поскольку здесь особо ничего интересного не было. Чёрные получают позицию с изолированной пешкой на поле Д5, но впоследствии мы видим, что чёрные выправляют пешечную структуру. Теперь вместо изолированной пешки, у них пешки висячие на С6 и на Д5. Ну а у белых пешечные островки на А2 и С3. И можно сказать, что эти слабости взаимно уравновешивают друг друга. Слон Ж5, владя Е8, ферзь Д2, С5. Сила висячих пешек в том, что они могут идти вперёд, отнимать центральные поля. Слон Ф6 отвечает Магнус. И после слона Ф6 ЕФ, вот здесь Максим Вашелограф находит отличнейшее продолжение. Он играет слон Ф5 и пешку на поле Ф6 хочет сразу же скушать. Теперь мы видим, что пешку на поле Д5, Максим Вашелограф ей пренебрегает, но после ферзь бьёт Ф6 и ферзь бьёт С3, также всё будет, в принципе, разменено. Играет ферзь Ф4 Магнус Карлсон. Теперь владя Е4. Максим Вашелограф снова находит отличное продолжение. Если сыграть ферзь бьёт Ф6 с нападением на пешку на поле С3, то здесь Ж4. И на связке белый выигрывает фигуру. Правда, как выясняется в анализе, казалось сначала, что вроде бы сразу белые побеждают, но нет, у чёрных здесь находится эквилибристический такой ход ладья Е4. После ладья бьёт Е4 ДЕ чёрные контратакуют коня. Конь отходит тогда Е3. Сброс вот такой вот пешки серьёзной находится точный. И после ЖФ ферзь бьёт С3, висит ладья. После ладья Д1 ЕФ чёрные успевают забрать кучу пешек. После ферзь бьёт Х3 у чёрных три пешки за фигуру, но белый ходом Ф6 всё-таки получают небольшой перевес. Поскольку пешка на поле Ф6 отнимает поля важные у чёрного короля, здесь позиция белых с точки зрения компьютерного анализа получше. Но вовсе не абсолютно выиграна. Но после ферзь Ф4 ладья Е4 играет Максим Вашьевограф. Теперь после ладья бьёт Е4 ДЕ. Конь Е5 ферзь бьёт Ф6. Конь Ж4 играет Магнус с идеей прогнать ферзя. И с идеей объявить шах и съесть слона на поле Ф5. Ферзь бьёт С3, ладья С1. Сначала Максим Вашьевограф, как мы видим, съел пешку на С3, и Магнус уводит ладью из-под удара с темпом, нападая на ферзя. Ферзь Д4 шах на А6. Король Ж7 конь бьёт Ф5. После ЖФ ферзь Ж5 шах. Король А8 ферзь бьёт Ф5. Получается тяжёлое фигурное окончание с лишней пешкой у чёрных, но с большими шансами на ничью. Потому что сейчас висит пешка на С5. Е3 играет Максим Вашьевограф. После ферзь бьёт Ф7, ладья Ж8, ладья Е1, ЕФ, ферзь бьёт Ф2. Ладья Ф8, ферзь Д4, ЕД. Получается ладейное окончание с равным количеством пешек. Здесь давайте опять же с вами домотаем. Магнус Карлсон, конечно же, пытался выжимать воду из камня, играть на победу в любой ситуации. Но Максим Вашьевограф всё чётко сделал. Да, казалось бы, что вот белые вот-вот победят. Они образовали пешки-самоходки. Но Д3, как в хорошем этюде, заканчивается партия. Брать ладью нельзя по причине Д2. И белые не успевают задержать пешку. Ладья А7, шах, король Е6. Ладья А8, король Е7, не позволяя ладье встать сзади. Ладья А8, Д2. Ладья бьёт А7, шах, король Е6. И после ладья А1 белые вынуждены держать первую горизонталь. Но тогда ладья Д3. Чёрные вынуждают белых встать в пассив. И играют король Е6. И дальше, несмотря на две связанные пешки-самоходки, у белых не получается здесь выиграть. Потому что чёрные цепляются. И ничего не выходит. После короля Х7 на 60-м ходу согласились на ничью. В случае надвижения пешек король их намертво блокирует. Ну а пешка на поле Д2 не позволяет белым мечтать о чём-то большем. То есть, как только король отойдёт, одна из пешек по-любому здесь будет потеряна. Итак, первая партия у нас победителя не выявила. Идём дальше. Белыми играл Максим Вашьевограф, чёрными играл Магнус Карлсон. Во второй партии, теперь уже белыми фигурами руководил французский гроссмейстер. И Магнус Карлсон тоже применяет сицилианскую защиту. Разыгран у нас вариант Найдерфа. После конь Б3, слон Е6, Ф3. Максим Вашьевограф укрепляет пешку на Е4. Конь Д7 и Ж4. Вот для чего было сыграно Ф3. Максим Вашьевограф готовит будущую атаку на короля. В том случае, если чёрные будут рокировать в короткую сторону. Конь Б6, Ж5. Конь Д7, ферзь Д2. Х6 играет Магнус. И теперь после длинной рокировки белый полностью заканчивает развитие. И Магнус после АЖ, слон Ж5, слон Е7 скрывает вертикаль АЖ. Но при этом после слон Е7, ферзь Е7 он жертвует пешку на поле Д6. Взамен у чёрных отличная пешечная структура. Плюс давление по вертикали АЖ. Поэтому Максим Вашьевограф отказывается от взятия пешки ради хода Конь А5. Если забрать сразу пешку на Д6, то чёрные играют король Е7, прогоняя ладью. Затем играют А5 с угрозой А4. Да, у чёрных не хватает пешки, но повторюсь, структура у них хорошая. Король ближе к центру расположен. Ну и другие позиционные факторы в пользу чёрных. Всё это компенсирует потерянную пешку. После ферзь бьёт Е7, Конь А5 играет Максим Вашьевограф, нападая на пешку на Б7. И тут Магнус ошибается ходом ладья Б8, защищая пешку. Но теперь пешку на поле Д6 можно забрать. Лучше всего было сыграть длинная рокировка за чёрных. Тогда пешку по-прежнему белые забирают. Забирают. Чёрные играют ладья А4. На ладья Д2 ладья А8. И начинают давить. Б4, тогда Ж6. Ну и опять же, снова позиция получается с лишней пешкой у белых. Но у чёрных все остальные факторы в их пользу. Поэтому получается так, что позиция примерно равна. Итак, ладья Б8. Теперь забирает пешку на Д6 снова Максим Вашьевограф. После король Е7 ладья Д2. Конь Ф6 ладья Ж1. Ж6 ладья Ж5. Белые нападают на пешку на поле Е5. Конь Д7 слон С4. Максим Вашьевограф хочет разменять слона на поле Е6. Ладья А3. Магнус начинает цепляться к пешкам. Ладья Ж3. Ну, размены выгодны белым, так как у них сейчас лишняя пешка. Ладья А4. Магнус не согласен. Б3. Максим Вашьевограф укрепляется. После слон С4 конь С4. Ладья А8. Ладья Ж2. Белые пока находятся в защите. Но, повторюсь, у них лишняя пешка. Б5. Конь Е3. Плюс белые владеют полем Д5. Конь Б6. Поэтому играет Магнус, чтобы поле Д5 тоже контролировать. И вот в этой позиции Максим Вашьевограф получал великолепные шансы на победу. Он же сыграл А4. И этот ход выпускает перевес. Надо было сыграть король Б2. Теперь на ладья Ф4 есть сильный ход ладья Д3. Бить на поле Ф3 нельзя из-за конь Д5 шах и потеряется качество. А на ладья Х3, наваливаясь на пешку на поле Ф3, находится сильный ресурс ладья Ж3. И в случае взятия пешки на поле Х2, белые играют неожиданно конь Ж2 и залавливают ладью на поле Ф4. Кажется, что белые выигрывают качество, но нет. Черные отвечают Б4, атакуя коня на поле С3. Конь отходит на Д1 и черные играют конь Х5, контратакуя ладью на поле Ж3 и освобождая поле Ф6 для своей ладьи. Ладья Ж5, нападая на пешку, теперь висит ладья и висит пешка и черные терпят все-таки материальные убытки. Ладья Ф6, ладья бьет Е5 шах, ладья Е6, ладья Ж5, защищая коня. И дальше у белых получается позиция с перевесом, потому что пешка на А6 слабая, на Б4 тоже действительно серьезная слабость. Конь пойдет на поле Е3, у белых отличные шансы довести эту партию до победы. Но после конь Б6, А4 сыграл Максим Вашьевограф, последовало взятие БА, БА, ладья С8 напали на коня, король Б2, ладья Б8 становились в засаду, король А2, ладья С8. Магнус пока стоит и нападает на фигуры. Ладья Д3, ладья Аш3, снова черные атакуют пешки. А5, конь С4, конь Д5 шах, конь бьет Д5, конь бьет Д5 шах, король Е6, ладья Б3. Теперь белые хотят сыграть конь Б6 с нападением на ладью и на коня. И тут Магнус находит отличное продолжение, ладья С5, атакую пешку на поле А5. Ладья С3. Максим Вашьевограф связывает коня, но при этом пешка на поле А5, как мы видим, может быть потеряна с шахом. Ладья Аш8 играет Магнус Карлсон, здесь он почувствовал уже, что надо играть на перехват. И действительно, Максим Вашьевограф следующим ходом допускает ошибку, которая приводит к проигранной позиции. Здесь он играет Ф4. Все еще можно было спастись путем конь Б6, наваливаясь на связанного коня на поле С4, заставляя черных забрать пешку на А5 с шахом, тогда король Б3, конь бьет Б6, ладья С6, шах. Белые вовсе не теряют фигуру, потому что отыгрывают ее на двойном ударе. Ну и получается ладейное окончание абсолютно безопасное. Здесь ничья. Итак, ладья Аш8, Ф4. И тут Магнус тоже ошибается, играя ладья Б8. Здесь ему кажется, что он какой-то мат уже клеит двумя ладьями, но на самом деле ладья Б8 ошибочен ход. Ладья бьет А5, надо было сразу забирать. На король Б3 отступаем конь Д6. И будет атакована пешка на Е4, а после этого конь на поле Д5 чувствует себя плохо. Ладья С6, чуть ли не единственный ход, чтобы коня завязать и защитить пешку на Е4. Но тогда ЕФ, конь бьет Ф4, шах, король Д7, напали на ладью. Ладья Б6, и пешка на поле Е4 черными съедается. После ладья Б4, конь С5, шах. Король Б2, ладья Б5. Черные упрощают позицию, добиваются размена пары ладей. И получается так, что здесь у них две на одну. Плюс пешка Ф оказывается проходной мощнейшей. После ладья Д2, шах, король С6. Ладья Б5, АБ. У черных лишняя пешка и огромные шансы на победу. Но вместо этого после хода Ф4 не воспользовался ошибкой француза. Магнус Карлсон сыграл ладья Б8. Теперь Максим Вашилограф играет ладья Б3, чтобы королем можно было уйти на поле Б1. Ладья бьет А5, шах, король Б1. Забрали на Б3. ЦБ, конь атакован, конь Д6. Конь атакует пешку на поле Е4. Кажется, что все то же самое. Но Б4. Белый выигрывает темп, нападая на ладью. Ладья А3. ФЕ. Конь бьет Е4. Король Б2. И теперь ладья прогоняется. И белые могут дать шах на поле С7. И съесть пешку на А6, получая проходную пешку Б. Ладья Ф3. Конь С7, шах. Король бьет Е5. Конь бьет А6. Возникло окончание, где у белых проходная пешка Б. А у черных проходная пешка Ф. Причем их король ближе к центру. Король Д4. И вот в этой позиции Максим Вашелограф снова допускает проигрывающий ход. Играя ладья Ж4. К ничьей приводил четкий ход ладья С2. Отрезая короля. После ладья Ф6. Конь Б8. Еще один важный ход. Конь идет на поле С6. После ладья Б6. Двойной удар на коня и на пешку. Но конь С6, шах. Король Д5. Конь Е7, шах. Теперь король Д4. И король Б3. Защищая пешку на поле Б4. Начинаются пешечные гонки. Ф5. Но вот здесь белые спасаются ход в ход. Даже черные должны на самом деле делать ничью. Ладья С6. Воспроцентный знак. Напали на ладью и на пешку. Ладья бьет С6. Конь бьет С6, шах. Король Е3. Конь Е7. Напали на Ж6 и на Ф5. Ф4. Конь бьет Ж6. Конь Д6. Черные пока не пускают пешку на поле Б5. А пешка Ф смертельно опасная проходная. Х4. Ф3. И тут конь Е5. Единственный ход, который делает ничью за белых. На Ф2 будет вилка на Ж4. Король Е4. Тогда белые отдают коня за пешку на поле Ф3. И штанов не получается. Потому что черные ход в ход делают ничью. Вот просто действительно шахматы. Это игра одного темпа. Трагедия, как говорят, одного темпа. Но в данном случае трагедии не случается. Потому что после Х7. Конь Ф7. Конь успевает задержать пешку Аш. А король успевает задержать пешку Б. Идеально роли фигуры распределены. И здесь черные добиваются ничьей. Ну понятно, что после хода король Д4. Белые должны были это найти. Но. Максим Ваштелограф сыграл ладья Ж4. И этот ход проигрывает партию. Теперь Магнус дает шах. Король Б3. И тут уже опять же долг путежом красен. В цитноте Магнус Карлсон также не находит выигрыш. Играя. Ладья бьет Аш2. А ход Ж5. На самом деле приводил черных к победе. Теперь грозит Ф5. Ладья на поле Ж4 оказывается вырезана из игры. Например, Б5, Ф5. Ладья Ж1. Ладья бьет Аш2. И черные получают уже две связанных проходных и абсолютно выигранную позицию. Все дело в том, что Б6 белые не успевают сыграть из-за хода ладья Аш6. И эта пешка просто теряется. На Б7 даем шах и съедаем пешку. И вот так вот черные добивались победы. Но после король Б3 Магнус сыграл ладья бьет Аш2. И теперь точным ходом конь С5 Максим Ваштелограф спасает эту партию. Связка коня. Ладья Аш3 шах. Король А4. Ф5. И теперь конь Е6 шах. И на король С4 забирает пешку на поле Ж6. Французский супергроссмейстер. Дальше Магнус играет конь С3 шах. Король А5. Король выскальзывает из опасной зоны. Конь Д5. Черные забирают конечно же пешку на поле Б4. Потому что сейчас грозит мат на поле А3. Король А6. Конь бьет Б4 шах. Король Б7. Ладья Аш7. Король С8. Теперь у белых стоит перед ними очень простая задача. Отдать коня за пешку Ф5. Тогда будет окончание ладья против ладьи с конем, которая считается ничейным по теории. Итак, король Д5. Конь Ж5. Напали белый на ладью. Ладья А7. Ладья Б6. Напали на коня. Конь Д3. Ладья Б7. И теперь Максим Вашьевограф добивается размена ладей. Ладья бьет Б7. Король бьет Б7. Теперь достаточно просто отдать коня за пешку. Ф4. Король Б6. Конь пока, как мы видим, не дает пойти. Пешки. Конь Е5. Король С7. И тут Магнус пробует последний шанс. Потому что если подводить короля, то белые тоже подведут короля. И это ничья. Конь Ф7 играет Магнус. Отвлекая коня. Теперь в случае Конь Ф3 король просто пойдет нападать на этого коня. Поэтому Максим Вашьевограф здесь рассчитал четкий вариант. Конь бьет Ф7. Ф3. Кажется, что Конь не успевает задержать пешку. На самом деле достаточно посчитать вот такой вот маршрут. Быстро в уме. И понять, что белый Конь успевает вовремя. Конь А6. Ф2. Конь Ж4. Нападение на пешку. Она вынуждена превращаться. Причем Магнус превратился в ладью. Почему-то. Хотя играют в интернете. Но почему-то Магнус превратил в ладью свою пешку. И после Конь Е3. Вилка. И после Король Ц5. Конь бьет Ф1. На доске никого не осталось. На 66 ходу партия завершилась в ничью. Итак, вторая партия тоже победителя не выявила. Хотя характер борьбы в ней был достаточно острый. Идем дальше. Белыми играл Магнус Карлсон. Черными играл Максим Вашьевограф. В третьей партии снова у нас была разыграна сицилианская защита. Швенингенская в этот раз система. Давайте дебют проматываем. Теперь уже Магнус Карлсон применяет план с ходом Ф3-Ж4. Такое ощущение, что Магнус смотрит, как играют его соперники. И пытается применить их системы против их же. То есть бьет врагов их же оружием. А6. И длинная рокировка. Итак, Магнус заканчивает развитие. После конь Е5, Б3. Слон Д7, конь Б2. Д5 взрывает центр Максим Вашьевограф. Слон Ф4 играет Магнус, нападая на коня. И тут Максим Вашьевограф жертвует фигуру, играя конь бьет Ф3. После конь бьет Ф3, конь бьет Е4. Черные нападают на ферзя. И вот так вот и нужно с Магнусом играть. Создавать иррациональные позиции. Ферзь Д4. С идеей на слон С5 забрать пешку на поле Ж7. Поэтому владя Ж8 играет Максим Вашьевограф. Теперь угрожает слон С5 и конь Ф2 вилка. Конь Е5. Отвечает Магнус Карлсон. И на слон С5 находит великолепное продолжение. Магнус Карлсон, он жертвует ферзя, играя ферзь бьет Е4. После ДЕ конь бьет Д7. За ферзя теперь у белых понятная игра. Плюс, как мы видим, все фигуры их входят в игру. Поэтому Максим Вашьевограф жертвует ферзя назад. То есть отдает. Происходит на самом деле размен. И получается позиция, где мы видим, что у белых ладья и две пешки за две легких фигуры у белых. Позиция с нарушенным материальным равновесием победит тот, кто лучше играет в шахматы. Ж5, слон Е5. Король Е7, Аш4. Пытается Магнус Карлсон сразу же подорвать. Королевский фланг вскрыть линии. Ладья Д8, АЖ, ладья бьет Ж5. И слон Е2, защищая пешку на Ж4. Пешка на Аш6 висит. Ладья Ж6, защищая пешку. Слон Ф4, снова нападая. Слон Д4. Теперь Максим Вашелограф пытается плести какую-то матовую сеть. Конь Е5, отвечает Магнус Карлсон. Вводит все свои фигуры в игру. Слон нападает на пешку на поле А6. Слон бьет Е5, слон бьет Е5. Теперь у белых два мощнейших слона. За ладью у черных. Ф5 играют черные. После ЖФ, ЕФ. Слон Ф4. Повисла пешка на А6. И повисла пешка на А6. И вот тут Максим Вашелограф ошибается ходом А5. Он решает сохранить пешку А, но при этом отдает пешку на поле А6. Ладья А8 была сильнее. После Ладья А5 белые блокируют, нападают на пешку Ф. Король Ф6 тогда забрали на А6. Ну и тут черные могут просто напасть на слона, забрать пешку на А2. И эта позиция уже близкая к ничейной. Итак, слон Ф4, А5. Позиция получается очень сложная. Неудрено, что соперники вскоре начнут здесь ошибаться. Слон бьет А6. Забирает теперь пешку. Магнус Карлсон. Все дело в том, что не помогает. Связка ходом Ладья А8. Вроде бы связываем слона. Но слон развязывается с шахом. И белые просто съедают Ладью на поле А8. Король стоит не там. Ладья Ж2. Слон Ф1. Ладья Ж6. Слон Е3. После короля Ф6. Слон Ц4. Король Е5. Вот-вот черные пешки пойдут. Ну а белые играют Ладья А7. Постоянно пристают. Ф4. Шах. Король Ф6. И тут ставит Максим Ващевограф. Иясняется, что ловушку нельзя бить пешку на поле Ф4. Магнус на чеку. Играет слон Б6. Цепляясь к пешкам на ферзевом фланге. Если забрать на поле Ф4. То после Ладья Ж1. Шах. Король Б2. Ладья Д1. Неожиданно король белых попадает в матовую сеть. И здесь сразу же белые проигрывают. Итак. Король Ф6. Слон Б6. Магнус на чеку. Ладья Д7. Слон бьет А5. Ладья Ж1. Шах. Король Б2. Ф3. Черные пешки пошли. Позиция чрезвычайно обострилась. Слон бьет Б4. Магнус Карлсон съел весь ферзевый фланг. Ф2. Слон С3. Шах. Король Ж6. Ладья Е5. После Ладья Е1. Остроумный ответ. Черные защищают пешку на поле Е4. Встают у Ладьей под бой. Но брать нельзя. Так как черные превратятся в ферзя. Шах. Король Ж5. И вот в этой позиции Магнус не находит выигрывающее продолжение. Играя, значит, Ладья Ф6. И после этого весь перевес белых улетучивается. Просто как дымка. Выигрывал ход слон А5. С идеей перевести слона на поле Б6, чтобы атаковать пешку на поле Ф2. Например, король Ф5. Теперь нельзя играть слон Б6. Потому что черные превращаются в ферзя, отвлекая слона. И дальше черные съедают Ладью. Потому что слон защищал Ладью. Белые могут дать шах. Но после этого получается позиция, где у белых 3 пешки. И слон за Ладью и пешку. И при правильной игре это ничья. После короля Ф5 сильнее Ладья Е8. И вот это вот уже побеждает. Теперь. Если Е3, то слон Б6. И черные успевают... Вернее, и белые успевают все заблокировать. На Ладья Д1. Слон бьет Е3. Ф1 ферзь. Слон Ф1. Ладья бьет Ф1. А4. И здесь получается позиция абсолютно выигранная за белых. Так как у них, хоть и не хватает качества, но 3 связанных пешки. Итак, после короля Ж5. Ладья Ф6. Ошибается. Магнус. Е3. Черные пешки вот-вот пройдут ферзи. Ладья Ф8. И вот здесь Максим Вашевограф не находит спасительную дорожку. Играя Ладья Ц7, он снова упускает ничью. Ну, повторюсь. Человеку разобраться здесь абсолютно нереально. Позиция сумасшедший дом. Здесь Ладья Д, Д1 давала ничью. На А4 ферзь. Слон Ф1. Ладья Ф1. Ладья Ф1. Ладья Ф1. И вот как действительно в настоящем этюде, черные спасаются просто ход в ход. Смотрите, друзья. А5. Е2. А6. Е1 ферзь. Слон бьет Е1. Ладья бьет Е1. Получается окончание 3 пешки против Ладьи. Кажется, что пешки должны быть сильнее. Но повторюсь. Как вот действительно в хорошем таком боевике, в триллере с непредсказуемой развязкой. Здесь ход в ход черные делают ничью. Просто действительно этюдным образом. Ладья Е8. Б5. Ладья А8. Единственный ход. Нельзя пустить пешку на поле Б6. То есть черные цепляются. С4. На помощь идет третья пешка. Король у черных далеко. Поэтому он пытается приблизиться к театру боевых действий. Король Ф5. С5. Король Е5. Б6. Король Д5. Б7. Ладья Б8. Снова единственный ход. По иронии судьбы. А7 не работает. По причине Ладья бьет Б7 шах. Король попадает под темп. Король С3. Уходя из-под шаха. Грозит А7. А8 ферзь. Но король С6. И черный король успел вовремя. На А7 черные играют. Король бьет Б7. АБ ферзь. Король бьет Б8. И это пешечное окончание ничейно. Так как король позади пешки. И черные здесь легко удерживают равенство. Вот так вот должна была по-хорошему закончиться эта партия. Но играют люди, а не компьютеры. И после Ладья Ф8. Вот здесь вот Магнус сделал этот ход. Максим ваш челограф ошибается. Ходом Ладья Ц7. Теперь белые переводят слона на поле Д4. И все заканчивается, потому что пешки падают. Ладья бьет С4. Слон бьет Е3. Шах. Ладья бьет Е3. И просто БЦ. Пешка черных никуда не проходит. Белые встали к ней в тыл. А белые пешки все-таки бегут ферзи. Ладейное окончание выиграно за белых. Максим ваш челограф здесь на 50-м ходу сложил оружие. И Магнус Карлсон открывает счет в матче. Теперь Максим ваш челографу в четвертой партии необходимо во что бы то ни стало играть на победу. Только победа дает ему шансы перейти в Армагеддон. Удастся ему отыграться или нет? Узнаем прямо сейчас. Идем дальше. Белыми играл Максим ваш челограф. Черными играл Магнус Карлсон. Итак, решающая четвертая партия. Снова у нас разыграна сицилианская защита. Классическая в этот раз система. С ходом конь Д6 шах. Когда белый ставит пешку гвоздь на поле Д6. Черный после С5, С4, конь Б4, А3, конь С6. Получают стесненную, но крепкую позицию. Слон Е3, ферзь Ф6. Ферзь Д2, ладья Б8. И слон бьет С5. Забирает пешку Максим ваш челограф. Черный отвечает слон А8, контратакуя пешку на поле Б2. Теперь нельзя играть Б4, потому что зеваем ладью. Слон Б4 играет Максим ваш челограф, перекрывая ладью. Ферзь Е5 шах, слон Е2. И вот в этой позиции Магнус допускает проигрывающий ход. Конь бьет Б4. Конь Д4 было гораздо сильнее. На слон С3. Тогда бьем на Е2. Ферзь Е2, конь Е2, король бьет Е2. Получается окончание с разноцветными слонами. Черные играют Ф6, вырезая слона на поле С3. Ну и после Б4, А6. Не пускаем пешку на поле Б5. Получается позиция, где у белых лишняя пешка. Есть, конечно, шансы на победу. Но при хорошем раскладе все-таки партия должна здесь завершиться в ничью. Благодаря разноцветным слонам. Итак, после слон Е2. Конь бьет Б4. Играет Магнус Карлсон. Этот ход ошибочен. АБ слон бьет Ж2. Забирает Магнус Карлсон пешку на поле Ж2. И тут Максим Вашелограф тоже ошибается ходом ладья А5. Ладья Ж1 приводила практически к выигранной позиции. Теперь слон Ф3. Ладья Ж5. Напали на ферзя. Ф5. Тогда ладья А5 снова напали на ферзя. И теперь уже после ферзь Е4 и ферзь Д3. Белые добиваются разменов. Так, прошу прощения. Вот здесь вот напали на слона. Белые добиваются разменов. Ну и дальше получается вот такая вот позиция. Где после Ж6 черные убирают пешку Ж из-под удара. Белые играют Б5. И ладейное окончание у них абсолютно выиграно. Так как у черных здесь просто сплошные слабости. Итак, после слон бьет Ж2. Ладья А5 играет Максим Вашелограф. Следует ферзь Е4. Ладья Ж1, слон Ф3. И забирает пешку на поле Ж7. Максим Вашелограф. Следует тот же самый переход в окончание. Но в этот раз при ферзях. И после ферзь бьет Б4 шах. Король Ф1. Ферзь бьет С4 шах. Король Ж1. Максим Вашелограф, как мы видим, отдает одну пешку за другой. Белые остались без двух пешек. Но грозит смертельный шах на поле Ж8 ладьей. Король у черных чувствует себя в большой опасности. Ладья Ф8 играет Магнус Карлсон, защищая пешку на поле Ф7. Но Максим Вашелограф пробивает оборону черных, играя ладья бьет Ф7. Дальше, в следующий отрезок партии, шахматисты играли вот просто как два суперкомпьютера. Поднимали чистейшие первые линии, буквально проходя по шагу пропасти. По краю пропасти. По шагу пропасти это я хорошо сказал. По краю пропасти. Так вот, после ладья бьет Ф7 выясняется, что нельзя забирать эту ладью, так как будет шах. Затем ферзь подключается и просто белые мотуют черного короля. Поэтому после ладья бьет Ф7, вот такого зубодробительного удара, ну так же нельзя брать и королем из-за ферзь Х5. Так вот, ферзь Е4 находит Магнус Карлсон, единственный защитительный ресурс. Черные, в свою очередь, грозят ходом ладья Б1 выиграть ферзя на связке. И плюс ферзь с поля Е4 отнимает все поля у белого короля. Но ладья Ж, Ж7. Максим Вашелограф здесь просто блестящен. Играет на высоте, находится французский супергроссмейстер. Теперь выясняется, что угроза ладья Б1 нивелирована. Ладья бьет Ф7, играет Магнус Карлсон, это сильнейшее продолжение, но связано оно с жертвой ферзя. Если сыграть ладья Б1, выигрывая ферзя, то белые дают шах, затем съедают на Д7. Обратный путь королю заказан по причине мата. Король С8, тогда шах. И на король Б8 ладья неожиданно закрывается на поле С1. И посмотрите, что происходит. Получается так, что король у черных полностью раскрыт. У белых проходная пешка Д, угрозы ферзю отражены, и у белых позиция близкая к выигранной. Поэтому после ладья Ж, Ж7, ладья бьет Ф7, играет Магнус. Следует шах, ладья Ф8, шах. И черные вынуждены закрываться ферзем, жертвуя этого самого ферзя и получая окончание 2 ладьи против ферзя. С хорошими шансами на ничью. Ферзь Ж6, шах, ладья бьет Ж6, АЖ, ферзь Ж6, шах. И вот тут Магнус Карлсон ошибается ходом король Д8, после чего позиция белых снова становится выигранная, благодаря тому, что король находится в опасной зоне. Надо было играть ладья Ф7, и после ферзь Ж8 шах, ладья Ф8, ферзь Ж6 соглашаться на ничью, которая, естественно, белых не устраивает. То есть Максим Вашевограф должен был дальше играть, пытаться на победу. Итак, ферзь Ж6, король Д8, теперь ферзь Ж5, также ошибается и Максим Вашевограф. К победе приводил ход ферзь Ж7. Ну, не то, что к победе, а в анализе выясняется, что к позиции близкой к выигранной, но все-таки черные еще могут обороняться. Напали на ладью, у ладьи единственный ход, ладья Е8, потому что нельзя уходить королем на Е8 по причине ферзь Е7 мат, поэтому после ферзь Ж7 надо играть ладья Е8. Теперь ферзь С3, и ферзь, как мы видим, здесь просто занимает идеальную позицию, грозит ферзь С7 мат. Ладья С8 не работает по причине ферзь А5, и также мат будет, поэтому единственный ход у черных, это дать шах, обеспечить королю отступление. Король Ф1 и ладья Б6. Черные прицеливаются к пешке на Д6, но после шаха, король Е8, шаха, теряется пешка на Д7 с шахом, и здесь черные получают позицию тяжелейшую. То есть пешку Д они пытаются окучить, ну и вот после ферзь С2 шах, важный ход, не пускаем ладью на поле Б1, король Д5, ферзь Д3 шах, теперь ферзь и поле Б1 охраняет, и пешку на Д6 защищает. После король С6, Х4, в бой идет другая пешка, и вот здесь белые получают отличные шансы на победу. Итак, ферзь Ж5 играет Максим Вашьевограф, следует отступление короля на С8, дальше шах на С5, шах на Б5, шах на С4, затем белые съедают пешку на поле Д7, ну и получается интереснейшая позиция, где у белых две пешки и ферзь против двух ладей. Если так вот честно разбираться, то компьютер говорит, что позиция по-прежнему остается равной, потому что у черных все-таки две ладьи, белые пешки пока никуда не идут, а черная пешка побежала в ферзи. И дальше, поскольку соперники играют на секундах, Максим Вашьевограф подтягивает короля А2, смотрите, Магнус Карлсон уже просто прокинул свою пешку по максимуму, шах короля А4, ферзь Б2. Пешка теперь обезврежена, и вот тут Магнус Карлсон допускает проигрывающий ход, он находился в жутком цейпноте, пешка на поле Д6 мозолит ему глаз, и он берет пешку с шахом, но этот ход моментально проигрывает партию. К ничьей, четкой ничьей, как выясняется в анализе, приводил ход А1, ферзь. Черные связывают ферзя, теперь после ферзь бьет А1, шах, король Б5, они просто отдали пешку, у белых теперь три пешки и ферзь, но проблема в том, что пешка на поле Д6 теряется, сейчас атакован ферзь, ферзь С3, ну там неважно или шахами, все равно король отгоняется, пешка на Д6 так или иначе падает, и дальше черные загоняют короля практически в матовую сеть, но решающего мата, то есть решающего матового удара нет, потому что ферзь держит поле А8 под контролем. Но зато есть ход ладья ЖФ6, и пешка на поле Ф2 приказывает долго жить, после чего получается окончание ладья, вернее две ладьи против ферзя и пешки Аш, и это получается ничья. Итак, ферзь Б2, ладья бьет Д6, шах играет Магнус Карлсон, и после хода король С5, финита ля комедия. Проблема в том, что висит ладья на поле Д6, висит мат на поле Б4, и висит пешка на поле А2. Магнус Карлсон играет ладья Б6, ставит последнюю ловушку сопернику, так теперь на взятие королем следует шах, и потеряется ферзь, ну а на взятие ферзем последует сначала ладья С8, шах, отгоняя короля от поля Б4, так как сразу ферзя проводить плохо, и за ферзь Б4 мат. Но поэтому после ферзь бьет Б6, ладья С8, шах, отгоняем короля, например, на Д5, и дальше ставим ферзя. Ну и получается так, нет, ферзя, кстати, мы не ставим, потому что если мы поставим ферзя, то у нас шах объявит нам, и ферзь потеряется. Ладья С1, играем, держим поле А1 под контролем, и вот эта позиция близкая к ничейной. Но опять же, повторюсь, это разобраться было нереально. После ладья Б6 магнус ту ловушечку поставил красивую, но все это красиво, но не работает. Максим Вашевограф просто забрал пешку на 2, и неожиданно выясняется, что это не просто шах, а мат Магнусу Карлсону. Вот так вот сильнейший шахматист планеты позволил себе объявить матец. На самом деле это очень редкое явление, когда Магнус Карлсон получает мат. Поэтому за такую игру и за такую волю к победе Максим Вашевограф удостаивается наших аплодисментов. Браво! Итак, счет сравнялся, поэтому мы с вами смотрим партию смерти Армагеддон. Идем дальше. Белыми играл Максим Вашевограф, черными играл Магнус Карлсон. В Армагеддоне, там странные правила, на самом деле на этом супертурнире, идет торговля, то есть шахматист, который играет черными, он делает ставку, как бы торгуясь за черный цвет. Например, у вас начально 15 минут, и он говорит, я буду играть 10 минут, но при этом буду играть черными фигурами. Так как в Армагеддоне черный цвет, он гораздо лучше, потому что ничья приравнивается к победе. В общем, Магнус Карлсон выторговал себе черный цвет фигур, и теперь Максим Вашевографу, чтобы победить в этом противостоянии, необходима только победа. Но победить Магнуса Карлсона по заказу, пусть даже он играет и черным цветом, чрезвычайно сложная задача. И как вы догадываетесь, потому что нету никаких комментариев справа, в нотации, Максим Вашевограф с этой задачей не справился. Черные получили вполне себе нормальную позицию, абсолютное равенство на доске, а так как черных устраивает ничья, Магнус Карлсон ее легко достигает. В результате заканчивается Армагеддон в ничью, и Магнус Карлсон у нас проходит в суперфинал, как я и сказал, где будет ожидать победителя в паре именно тех, кто находится в сетке проигравших. Это на самом деле может быть также и Ян Непомнящий, который будет играть против Ани Шагири. Поэтому посмотрим, могут снова Магнус Карлсон и Ян Непомнящий схлестнуться в борьбе уже за суперфинал. Итак, друзья, мы с вами посмотрели этот матч. Если видео вам понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео на моем канале. Каждый день я пытаюсь вас радовать интересными роликами, поэтому поддержите меня. Играйте в шахматы, любите шахматы. Всем счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok